здравствуйте я вас приветствую на своем канале сегодня я готовлю фаршированную сливу это очень интересный рецепт у меня здесь слива разноцветный перец желтый красный зеленый зелень у меня петрушка и укроп морковка и свекла выбирайте сливы которые потверже мягкие сливы сюда не подойдут потому что они могут прокиснуть и и и это и и и и это у меня абсолютно чистой овощи но естественно что после очистки все равно я их еще раз промоем овощи должны быть абсолютно чистыми чтобы наши заготовки дальнейшем не прокисли не испортились очищаю вот наш наши подготовленные овощи морковку свеклу это очень интересный и вкусный рецепт поверьте моему опыту зимой ваши гости будут просто в восторге вот так я подготавливаю овощи очищаю удаляя все лишнее и режу на маленькие кусочки вот так очищают семян наш болгарский перец выбирайте разноцветный перец видите это очень красиво смотрится я режу зеленый перец очищаю тоже от семян вот так вот подготавливаю все наши овощи вот я подготовила овощи и сливу видите все помыло все чисто и начинаю шинковать наши овощи это здесь морковка и бурак я их шинку его через такую овощерезку это маленькая терка и овощи получаются очень тонкими это удобно если у вас есть вот такая шинковка для капусты им очень удобно нарезать перец получается вот такие тонкие пластинки если нет вы можете просто нарезать ножом на тонкие пластинки перец дальше я нашинковала нашу зелень и чеснок добавляю вот в такую удобную емкость чтобы легче было все перемешать я добавила соль сахар и на кончике ножа лимонную кислоту чтобы овощи не потеряли свою яркость теперь я начинаю фаршировать нашу сливу банку я положила зонтики укропа и несколько горошин перца два лавровых листа вы можете добавлять любые специи которые вам нравятся и вот так фаршируем нашу сливу сначала надо немножко посолить сливу так как она немножко сладкая правда я выбирала не очень сладкую сливу это твердые сорта сливы и вот собрала и вот так вот уложила их в банке видите слоями очень красивая фаршированная слива у нас получилось а самое главное это очень вкусно сверху я добавляю еще пол чайной ложки соли наши заготовочки повторяю так как это фрукт и он немного имеет свою сладость поэтому добавляем соль здесь у меня винный уксус в литровую банку я добавляю пол стакана винного уксуса а в 700 граммовую банку одну треть дальше я заливаю водой до плечиков банки закрываю вот так вот крышками два-три дня оставляю при комнатной температуре затем убираю в холодильник все наше сегодня все наше время вот так вот я зафиксирую в холодильнике чтобы обойти я зафиксирую